У меня есть следующая старинная батарея конденсаторов. Здесь 8 конденсаторов соединены следующим образом. Каждая эта парочка соединена последовательно. И эти пары соединены параллельно. Вот он один проводник, вот он другой проводник. И если вот этот стержень вытаскивать, то количество веток будет уменьшаться. А значит электроемкость батареи будет уменьшаться. В том, что действительно здесь соединены конденсаторы последовательно в каждой ветке, можно убедиться, посмотрев на эту схему. Здесь мы можем видеть год производства этой батареи конденсаторов. Максимальная электроемкость 60 микрофарад. Если этот стержень замыкает все контакты, если вытащим вот до сюда, и это не будет участвовать, то на 15 микрофарад меньше. До сюда вытащим 30-15 микрофарад. Почему же электроемкость 60 микрофарад? Да дело в том, что у каждой ветки электроемкость 15 микрофарад. При параллельном соединении складывается электроемкость, но в данном случае они одинаковые. Значит 15 умножаем на 4, получаем действительно 60. А почему у одной ветки электроемкость 15 микрофарад? При последовательном соединении электроемкость двух конденсаторов можно найти по вот этой формуле. Но так как электроемкость одинаковая, то получается электроемкость 1 делим на 2. Вот и получаем 30, делим на 2, получаем 15. Так что вытаскивая стержень каждый раз, проходя мимо какого-то контакта, мы уменьшаем электроемкость на 15 микрофарад. Теперь давайте попробуем измерить электроемкость мультиметром. И действительно она будет такая, какая здесь показана. Всё, к мультиметру эту батарею я подключил. Включаем мультиметр и переходим в режим измерения электроемкости. И посмотрим, какое значение покажет он. Включу я подсветку. Примерно 68 микрофарад. Максимальная электроемкость. Написано 60, показывает прибор 68. Ну что ж, вытащу стержень, чтобы одну ветку я оценил. Было 68, стало 50 примерно. На 18 микрофарад меньше. Всё правильно. Примерно так. Давайте дальше. Ещё вытащим. Стало 33 микрофарада. Примерно в два раза меньше, как и должно быть. Не 30, но 33. Примерно так. И ещё меньше. Ну не 15, а 18 мы видим микрофарад. Ну а здесь уже 0. Итак, давайте по-новому помещать. 18. Дальше 33. Следующее 50. И, наконец, максимум 68. А теперь проделаем некоторые опыты. Попробуем определить теперь электроемкость, используя показания вольтметра и амперметра. Частота 50 Гц, больше делаем напряжение на зажимах конденсатора, и больше становится ток через него, что вполне естественно по закону Ома. Итак, увеличиваем напряжение. И давайте поставим, например, чтобы ток был 100 мА. Итак, ещё немного, и будет сотня. И посмотрим, какое напряжение, и по формуле рассчитаем электроемкость. Вот 100. 100 целых пускай будет 101 мА. А тут 5,2 В. Это закон Ома. Икс емкостное сопротивление. Формула для него вот она. Подставляем, получаем вот такую формулу, из которой легко выражаем электроемкость. У нас частота была 50 Гц. Подставляя π, как известно, циклическая частота в 2π раз больше обычной частоты, получаем 314. Подставляем в эту формулу. 101,2 мА в амперы, 5,2. И вот что получаем. Умножаем на миллион, получаем в микрофарадах. Итак, написано 60 микрофарад, а мы получили 62 микрофарада. Очень даже неплохо. А мультиметр показал вот что. Ток, вы видите, 50 мА. Теперь я увеличу частоту в 2 раза. Тогда емкостное сопротивление должно уменьшиться, ток должен увеличиться. И действительно мы видим, что по мере увеличения частоты действительно сила тока растет. Давайте увеличу я частоту в 2 раза. Вырастет ли до 100 мА ток? Так, 100. Ну, действительно, почти идеально 100 мА. В 2 раза увеличил частоту, в 2 раза увеличился и ток. Можно увеличить еще. Давайте сразу я частоту увеличу на 200 единиц. На 100 единиц 200 Гц. Ну и ток увеличился в 2 раза. Вот так очень хорошо видно, как зависит ток через конденсатор от частоты. Чем частота меньше, тем сопротивление больше, а ток меньше. Ну, давайте вернемся к частоте 50, например, Гц. Ток вернулся 50 мА. А теперь уменьшим электроемкость. От этого сопротивление емкостное должно увеличиться и ток должен уменьшиться. Вытаскиваем. И действительно ток уменьшается. Уменьшим в 2 раза. И ток уменьшился в 2 раза. Все правильно, идеально получается. Можно теперь в 2 раза увеличить частоту. Так, сделаем 100 Гц. Вот, 100 Гц. И ток увеличился в 2 раза. Все правильно. Можно еще уменьшить. Ток уменьшается при уменьшении электроемкости. Увеличивается электроемкость. Увеличивается и ток. Увеличим электроемкость в 2 раза. И ток увеличивается тоже в 2 раза. Почти 100 мА. Например, увеличиваем частоту. Увеличивается ток еще на сотню Гц. Еще на сотню Гц. Видим, как увеличивается при увеличении частоты ток. А значит, уменьшается емкостное сопротивление. По закону Ома увеличивается ток. Все правильно. А теперь давайте посмотрим так называемые электромагнитные колебания, в которых будет участвовать эта старинная батарея конденсаторов. Сейчас с помощью переключателя я подключил ее к этому источнику тока. И она зарядилась, эта батарея. 40 В напряжения. Если переключатель я ключ, цепь разомкнул, то конденсатор начинает медленно разряжаться. Мы это хорошо видим. А если переключатель в это положение, то уже конденсатор становится источником тока вот в этой цепи, в которой дроссельная катушка большую индуктивность, да еще и сердечник замкнут. Начинаются колебания сила тока напряжения. Сила тока датчик передает на регистратор. Колебания сила тока мы увидим. Ну все. Тянуть мы не будем. Запускаем измерение. Здесь я запись запущу, чтобы мы это видели. Запускаем. Теперь здесь нажимаю я кнопку старт. Замыкаем цепь. Видим колебания. Размыкаем цепь. Останавливаем. Такое быстрое затухание колебаний объясняется большим активным сопротивлением катушки. 46 целых Ом. Ну а период составил 0,3 секунды ровно. Теперь я сердечник давайте разомкну. От этого резко уменьшаю индуктивность. Согласно формуле для периода свободных колебаний, период должен стать меньше. Индуктивность меньше, частота больше. Давайте в этом убедимся. Вот такие колебания были при замкнутом сердечнике. Разомкнул я. Запускаю я запись экрана, чтобы вы потом это хорошо увидели. Замыкаю ключом цепь и посмотрим, какие будут измерения. Запускаю. Конечно, намного быстрее стали колебания. Вы это видите. Можно заметить, что амплитуда колебаний силы тока значительно увеличилась. Вот что значит сильно уменьшилась индуктивность, а значит индуктивное сопротивление. Период же колебаний значительно уменьшился с 300 миллисекунд до 118 миллисекунд. Период колебаний станет еще меньше, если уменьшить число витков. В два раза я уменьшил. Заряжаем конденсатор. Все, уже зарезился. 40 вольт. Переводим переключатель. И видите, насколько быстрее стали происходить колебания. В данном опыте я значительно уменьшил число витков. Три раза. Поэтому и активное сопротивление уменьшилось тоже три раза. Но и индуктивное сопротивление тоже уменьшилось. Значительно. Поэтому сила тока так сильно увеличилась. В первом колебании она достигла 349 миллиампер. И затухания здесь происходят медленнее, и больше мы можем наблюдать здесь колебаний. Вот что значит меньше активного сопротивления. Индуктивность прямо пропорциональна квадрату числа витков. Поэтому она уменьшилась 9 раз. Значит, согласно формуле Томпсона, для периода свободных колебаний, период должен уменьшиться в три раза. Потому что корень из 9 равен 3. У нас колебания не свободные. Тем не менее, мы видим, что период действительно уменьшился в три раза. И стал всего 40 миллисекунд. А теперь давайте посмотрим, как электроемкость влияет на период колебаний. Снова индуктивность максимальна. Мы уже видели этот график. Конденсатор зарядился. Но посмотреть еще раз, я думаю, будет неплохо. Видим, что получилось. Теперь давайте электроемкость я уменьшу в два раза. Уменьшил в два раза. Снова заряжаем конденсатор. Запускаем измерение. И теперь, конечно, заметно быстрее происходят колебания. 60 микрофарад. А теперь 30 микрофарад. Я решил эти два графика совместить. Этого цвета 60 микрофарад. Зеленый цвет 30 микрофарад. Согласно формуле Томпсона, уменьшение электроемкости в два раза должно привести к уменьшению периода тоже в два раза. Посмотрим, что у нас получается. От этого времени вычитаем это время. Получаем 297 миллисекунд. От этого времени вычитаем это время. И получаем время одного колебания 210 миллисекунд. И если теперь 297 поделить на 210, получаем 1,414. Но ведь корень из 2 тоже 1,414. Идеальное совпадение. С периодом разобрались. Он уменьшился так, как и ожидалось. А теперь посмотрим и видим, что сила тока тоже уменьшилась. А во сколько раз и почему уменьшилась электроемкость? Уменьшилась энергия электрического поля. Вот почему уменьшился ток. Так и должно быть. Энергия заряженного конденсатора – это энергия электрического поля. И она переходит полностью, когда конденсатор разряжается, в энергию магнитного поля. Можно поставить равенство. Поэтому уменьшение электроемкости в два раза должно привести к уменьшению силы тока в корень из два раза. Потому что сила тока в квадрате, чтобы осталось это равенство. Посмотрим, как же получилось здесь. Что же мы видим? 61 мА, а тут 40 мА. Полтора раза. Не 1,4, но достаточно близко. Но посмотрим второе колебание. 21 мА, а стало 15 мА. Да это ровно 1,4. Почти идеальное совпадение с корень из двух. А что если взять электроконденсатор значительно большей электроемкости? 10 тысяч микрофарад. Вот я перевел переключатель. Посмотрите, как медленно он заряжается. Вот что значит огромная электроемкость. Но еще и этот источник тока, он выдает совсем маленький ток. Поэтому так медленно идет зарядка. Запускаем измерение. Перебрасываем переключатель. И мы видим, что колебаний вообще не получилось. Конечно, это от того, что данный конденсатор электролитический и полярный. Он не может перезарядиться, поэтому для данного опыта не подходит. Перебрасываем переключатель. Но размыкаю я цепь, разомкнул. Никогда ток уменьшился до нуля. И это привело к всплеску тока. Мы его хорошо видим. Этот всплеск тока объясняется самой индукцией при размыкании цепи. Ток при этом, как мы видим, меняет направление. И может даже стать больше максимального значения во время первого колебания. Возьмем катушку малой индуктивности. Всего 400 витков. Зато маленькое активное сопротивление 2,5 Ома. А значит, больше колебаний мы увидим. Давайте убедимся, что действительно вот такая картинка и получится. Старинная батарея 60 микрофарад. Зарядилась 30 вольт. Спускаем измерение. Перебрасываем. Останавливаем. И теперь давайте растянем, чтобы такую красивую картину получить. И посмотрим, сколько в этом случае колебаний можно увидеть. Ну вот, все. Я уже растянул. Одно, второе, третье, четвертое, пять где-то колебаний. Больше колебаний, потому что помедленнее в течение колебаний идет переход во внутреннюю энергию. А теперь таких катушек, как мы видим, я взял две. Значит, число витков увеличилось в два раза. Число витков в квадрате, значит, индуктивность увеличилось в четыре раза. Период от индуктивности должен увеличиться в два раза. Но зато я взял конденсатор на 18,8 микрофарад. Значит, электроемкость 68 до этого значения уменьшилась примерно в четыре раза. А значит, период должен уменьшиться примерно в два раза. От этого в два раза больше, от этого примерно в два раза меньше. Значит, период колебаний не должен измениться. Давайте это проверим. Этот конденсатор к источнику тока уже подключен. Осталось перебросить ключ. И в этом колебательном контуре мы снова увидим колебания силы тока. Запускаем измерение и перебрасываем ключ. Колебания мы увидели. Давайте остановим. Теперь хотелось бы их лучше разглядеть. И определить, какой же тут период. Действительно ли он почти не изменился. Хорошая, мы видим, кривая получилась. И период, как мы видим, почти не изменился. Был 24 миллисекунды, стал 25 миллисекунд. 0,700 минус 0,675 секунды. Так и должно быть. Редактор субтитров А.Семкин